друзья сейчас на примере одной слои то есть одного переулка я покажу вам как живут обычные тайцы но это конечно не деревенские тайцы где-нибудь на севере но это потайские тайцы обычные тайцы которые небогатые среднестатистические тайцы как они живут их быт прям пройдем и посмотрим как они живут мы погнали вот смотрите первый же дворик который мы с вами увидим смотрите они просто сидят вот здесь прямо на дороге открытый двор ним дороге сидят кушают и никого не смущает кстати да тайцы на самом деле едят везде вот такой дворик тоже ведь сразу без диванчик а тайцы едят везде они и совершенно не стесняются того что они кушают да если мы допустим где-то стесняемся поесть в людных местах если это не кафе не уличный кафе или не какой-нибудь фастфуд уличный мы стесняемся тайцы никогда этого не стесняются вот так вот смотрите здесь может быть стоять в обычном частном микрорайончике ну да ну стоит может стоять вот такой частный отель небольшой и внизу может быть и татуировки и экскурсии пожалуйста и массаж и магазин и все что хочешь здесь тоже кстати вот смотрите это обычный частный дом и внизу магазин кстати на одном переулке ну естественно национальные буддийские вот такие вот мини храмы не знаю как это обычный частный дом это обычный частный дом внизу магазин и кстати да вот там вы видите водомат кстати да тоже очень такая тема водоматы и стиральные машины в частных магазинах это часто распространенные явления то есть врагов дома от он подключается к центральному водопроводу и пожалуйста подходи за 1 бат наливай воды есть компании которые устанавливают такие водоматы но я так полагаю что они делятся компания с частным домом они делятся деньгами которые будут заработаны с обслуживание клиентов которые наливают воду ну что еще тайцы как я говорил что любят поесть они едят везде едят на людях они просто садятся на каких-то пляжных улицах едят это все про располагаясь подстилая какие-то циновочки подстилки на дороге прямо едят люди ходят они у них прям чуть не между ног ну в ногах этой все едят и вообще без зазрения совести вот так вот видите дома сидит что-то чистит это дворик вот кстати да вот смотрите вот этот момент готовится макашница они вот макашница тоже стоит вот еще одна вот эта макашница пожалуйста тут будут фрукты все это в частном доме нарезается и потом вывозится в центр на центральной улице и пожалуйста продается людям но это не возбраняется никакого распотребнадзора здесь нет жарко очень сегодня солнечно и жарко вот такие навесы и все это продается туристам но на самом деле вот пожалуйста тоже вот такой вот видите частный двор частный двор и пожалуйста там какой вот-вот мини магазинчик такое не знаю что но конечно же туристы туда не пойдут ничего есть но местные видимо заходят вот еще вот смотрите да постирали белье и вывесили на всеобщее обозрение двери могут быть вот так вот в дом открыты прям и можно видеть что там происходит внутри дивана стоят какая-то мебель как же вот люди вот пожалуйста тоже вот прям магазин частный дом и магазин это выглядит прям реально странно реально странно для нас вот пожалуйста о чем я говорил вот смотрите какой милый домик и вот пожалуйста вам видно гостиной что там внутри люди не стесняются вот еще один частный магазин пожалуйста и тут же можно и еду себе приобрести и выпивку напитки все такое вот вот так вот разводит питьевой воду развозят в баклажках кстати питьевая вода в баклажках тоже самое очищенная через осмос как я вам сейчас показывал водомат только с доставкой баклажка будет стоить 45 бат а налить в водомате такую баклажку 19 литровый как сейчас проехали вот эти синие она будет стоит 12 бат и еще один интересный момент друзья который он тоже хотел показать папа помимо водоматов возле обычных домов могут быть расположены вот такие стиральные машины 40 бат и 30 бат стоимость с одной стирки так же самое здесь закладываем монетки и выбираем программу и пожалуйста вот стираем все чисто все аккуратно все приемлемо забрасываешь стирку никто твое белье не украдет там час или полтора будет стирка длится на можешь уйти домой если живешь рядом и подойти к назначенному времени когда стирка будет готова забрать свое белье знаешь друзья интересный момент знать какой когда покупаешь стиральную машину в магазине когда покупаешь в магазине рядом продается прям вот эти вот кассы то есть ты можешь купить и стиральную машину и кассу сразу же подключаешь это возле своего дома если есть дом в таиланде ставишь это на улице и люди обычно будут приходить возле твоего дома стирать и платить тебе деньги но единственное что нужно порошок нужно порошок либо я не знаю тут я просто никогда не пользовался порошок приносить с собой по ходу дела привносишь порошок с собой потому что но здесь порошка нет я не вижу по крайней мере я слышал где-то в других местах порошок есть можешь использовать уже от сервиса порошок как так кто предоставляет услугу ли приносить свой но так вот в магазинах реально продаются вот эти кассы рядом со стиральными машинами и ты можешь переработать 2000 там или полторы или 2000 бат или 700 бат я не помню покупаешь прикрепляешь и все и погнал зарабатывать деньги кстати налоги с этого не платить насколько я понимаю ты зарабатываешь до определенной суммы в год если меньше там на не знаю сейчас вот от балды скажу например листыми меньше миллиона бат зарабатываешь в год то ты налог не платишь кстати да вот пожалуйста на это же сои здесь и детский садик вот ведь детский садик детишки там играют внутренний детский сад снимать не буду и вот еще тоже на углу пожалуйста еще тоже один магазин но тоже такой прям по цивильный магазин магазин не то что мы с вами сейчас видели предыдущие здесь прям магазин магазин и вот девушка хозяйка она здесь еще и готовит шашлычки вот такого плана давайте я вам покажу вот вот такие вот штучки всякие разные ну кто был в таиланде кто знает что это такое 10 бат стоит одна шпажка и довольно таки вкусно так перекусить забавно бед порядка там 25 рублей что ли получать наши деньги там можно и курицы и сосиска и креветки и все что хочешь короче на этих шпажках тебе делать вот ну и конечно же везде в таиланде практически на каждом углу стоят вот такие вот я не знаю как это честно сказать называется друзья но это подношение будди они стоят везде видите фонарный столб с кучей мотков проводов и рядом вот такой вот типа мини храмчик вот друзья вот я вам показал немножко как живет обычный таиланд обычные люди в таиланде которые живут не в туристической зоне где-то километр от туристических маршрутов от пляжной линии просто обычные люди обычный обычный быт тайских жителей именно в паттайи конечно же когда-нибудь придет время может через какой-то период времени с вами съездим обязательно на север именно те районы где нет вообще туристов где тайцы просто будут дико восторгаться увидев белого европейца такого как я но я себя причисляю к европейцу но мы русские считаемся европейцами в таиланде не азиатами же и на самом деле кстати вот это вот смотрите вот это манговое дерево на минуточку это манговое дерево съездим туда и посмотрим как живут люди в таиланде кстати мой я вам сейчас показывал детский сад а вот здесь школа вот эта школа друзья все друзья подписывайтесь на канал впереди будет очень много интересного всякого разного снимаю все что вижу сам снимаю самое интересное снимаю для вас чтобы вы кто не был в таиланде имели себе представление как живет таиланд как живут люди в таиланде и конечно же все испытанно на себе внизу под этой под этим видео ссылочка на телеграм-канал который только развивается все о таиланде подписывайтесь удачи вам